МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем! С вами второй выпуск проекта Формула ТВ. Сегодня мы расскажем о четвертом этапе зимних кольцевых автогонок Ралли Спринт, который и стал завершающим. Также мы встретимся с одним из организаторов сообщества и попросим рассказать его о своем авто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 3 марта прошел заключительный этап зимних кольцевых автогонок Ралли Спринт. В этом соревновании приняли участие в основном спортсмены, которые на протяжении всех предыдущих этапов занимали лидирующие позиции. В результате напряженной борьбы места распределились следующим образом. В классе передний привод. Третье место занял Сергеев Иван на автомобиле ВАЗ-21099, 6 очков. Второе место Игнатов Борис, автомобиль Hyundai Solaris, 8 очков. Первое место Окунев Дмитрий, автомобиль ВАЗ-21140, 10 очков. В классе задний привод. Третье место занял Хлебаченко Дмитрий, BMW 325, 6 очков. Второе место Розавин Максим, автомобиль BMW E30, 8 очков. И первое место Александр Киселев, автомобиль ВАЗ-2106, 10 очков. По окончании мероприятия организаторы подвели общий итог за весь зимний сезон. В классе передний привод. Третье место занял Костюнин Константин, автомобиль ВАЗ-2110, 24 очка. Второе место занял Окунев Дмитрий, на автомобиле ВАЗ-21140, 30 очков. И с разрывом в одну очко первое место занял Игнатов Борис, автомобиль Hyundai Solaris, 31 очко. В классе задний привод. Третье место занял Александр Киселев, автомобиль ВАЗ-2106, 22 очка. Второе место Розавин Максим, автомобиль BMW E30, 24 очка. И первое место Татарец Олег, автомобиль ВАЗ-2107, 30 очков. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее в течении около года я просто ездил, наслаждался ездой, учился водить Потом однажды меня пригласили на кольцевые соревнования, то есть на кольцевые заезды на время И после этого уже все началось, то есть уже вот это увлечение автотюнинга, автоспорта и так далее Далее я как бы решил покрасить свой автомобиль, потому что уже было много косячков, так сказать, по кузову И захотел какой-то оригинальности, индивидуальности и покрасил автомобиль в два цвета, то есть в черный и оранжевый Вот, достаточно яркий, оранжевый А изначально автомобиль какого был цвета? Изначально был серебристо-голубой, то есть, ну, металлик Внешний автомобиль свой облик поменял, а внутри что-нибудь изменилось? Да, конечно, не без этого, то есть уже я полностью собрал спортивную подвеску То есть стойкие пружины с занижением, уже более стойкие опорные подшипники усилены Также подрамник, треугольные рычаги, то есть пластины угла кастра Задняя растяжка стойка, передняя растяжка стойка, передний стабилизатор уже, то есть увеличенного сечения Для большей устойчивости, то есть автомобиля Также прошлым летом, то есть я установил передние 14-е тормозные диски И сзади уже установил задние дисковые тормоза 13х13 Как известно, двигатель это сердце автомобиля Оно стало биться по-другому или нет? Да, конечно, сердце уже у автомобиля совсем другое То есть до этого был стандартный 8-клапанный двигатель, карбюраторный Сейчас уже установлен 16-клапанный инжекторный двигатель с автомобиля ВАЗ-2112 Машина полностью преобразилась, как снаружи, так и внутри Вы результатом довольны? Да, конечно, я довольный результатом на все 100% Я добился всех целей, которые я перед собой ставил на ближайшие полтора-два года Машина стала, так сказать, намного послушнее, намного резвее в плане двигателя Послушнее, то есть в плане подвески, она более управляемая Планируются ли еще изменения в автомобиле? Да, на это лето я себе поставил задачу заняться салоном То есть обтянуть уже кожей черно-оранжевый, так сказать, под цвет уже самого авто И также форсирование двигателя Ну, в принципе, пока все Спасибо за то, что ответили на все интересующие нас вопросы Успехов вам и дальнейшей реализации планов Вот и подошел к концу второй выпуск видеопроекта Формула ТВ Благодарим за внимание и до новых встреч МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА